Добро пожаловать ко мне на канал! С вами снова Оля, это всё ещё я. Если вы не подписались, не забудьте обязательно кнопочку красной сделать серой. И так, в сегодняшнее уже было одно видео, поэтому я такая немножко разошлась и решила с вами ещё одно видео сделать. А именно распаковку Сайхёр. Вот, да. Наверное, это будет последняя посылка из этих вот скидовских заказов. Вот, да, немножко я разошлась, но это не только мне. Здесь и моим друзьям кое-что просили себе это тоже себе заказать. Несколько будет, по-моему, моих там заказиков. Губы я не смогу, наверное, пробовать там тестировать. Две помады я заказывала. У меня вылезла огромная-огромная простуда, поэтому мне пришлось её замазывать, как только я смогла. Поэтому у меня сегодня губы такие, знаете, как из 90-х. Давайте приступать. В общем, доставка у меня Сиуру, я напоминаю. Я живу в Испании. Доставка здесь бесплатная от 40 долларов, если вы заказываете. И... А, да. Но я плачу за налоги и плачу пошлины всем. Поэтому, конечно, в Россию заказывать намного выгоднее. Я иногда заказываю что-то своей бабушке. Вот. Она, к сожалению, не снимает эти распаковки. Вот. В основном там, конечно, витамины. И многое того, чего нету в наших аптеках. Или, если оно есть, то оно не такое качественное. Она очень хвалила гинкобелобы, которые я заказала. Кстати, он будет и здесь. Я вам сейчас покажу. Вот. Очень хорошо ей снизила, говорит, давление. У неё давление, в основном, всегда повышенное. А оно отрегулировало ей давление. И сделала его где-то 120, 130, 140 на 80, на 90. А так у неё шпарило давление вплоть до 160, 170, 180. Вот. Так что возьмите на заметку. Если у кого-то с этим проблемы. Ну, это в основном проблема уже такая взрослая проблема. У меня немного губы такие, как они мевшие. Из-за этой вот простуды. И у меня не получается так жестикулировать. И... Ой, боже, полопнула. Не получается, в общем, у меня мимика, да, которой я привыкла. Давайте открывать. Посылки приходят приблизительно где-то за две недели. А то бывает и быстрее сейчас. Не знаю уж в связи с чем. Заказывала я это на Black Friday. Была чёрная пятница. И были, по-моему, акции. Или уже они кончились. В общем, я уже не помню. В общем, пока до Нового года я решила всех порадовать посылками. И себя в том числе, пока акции не кончились. На косметику так открываем. Здесь, как всегда, наполнитель. Так, здесь глицин. Новой фирмы. Я такую ещё не пробовала. Мне сказали, что это лучше, чем на Уфудс. Попросили заказать именно эту. Здесь 1000 микрограмм. Нет, миллиграмм. 1000 миллиграмм. Я уже о нём рассказывала на канале. Очень хорошо действует на нервную систему. На обогащение кислородом клеток головного мозга, сосудов и всего прочего. А, всё, вспомнила. Я просто перебираю. Чё-то вот такое у меня лежит. Я уже забыла. Так вот выглядит посылочка сегодняшняя наша, которую мы будем разбирать. В общем, аминокислота, во-первых, для здорового сна. Нет, не для сна. Во-первых, это хорошо действует для тех, кто учится. Это хорошо действует для тех, у кого проблема со зрением. И зрение стало падать. И знаете, вот сейчас я очень много разных средств. Я вам показывала распаковку. Оставлю здесь ссылку на это видео, где у меня распаковка для мозга, для нервной системы. Зрение стало очень такое чёткое, какое-то такое яркое, очень собранное, что даже иногда бывает кружится голова. В общем, очень хорошо влияет вот всё, что пьёшь для мозга. И в том числе и влияет и на зрительный нерв, видимо, и хорошо его обогащает кислородом. И глазки становятся такие острые, как у ястреба. Я заказала, мне просили тоже вот такую вот гинкобелобу. Вот именно про неё я говорила. Только я заказывала в дозировке 100 таблеток, по-моему. А здесь 360, здесь 120 миллиграмм, 360 таблеток. Тоже вот это всё очень хорошо для мозга, для нервной системы, для кровообращения. Также хорошо для тех, у кого гипертония. Что ещё? Забыла я, наверное, что-то забыла. Я просто каждый раз не могу тоже рассказывать в каждой распаковке. Иногда просто хочется распаковать и всё. Поэтому я иногда даже оттягиваю эти распаковки, потому что каждый раз вот это всё пересказывать очень энергозатратно. Инозитол и холин тоже я в одном из видео рассказывала, в том же видео, что и про глицин. Хорошее средство. Инозитол, в общем, это, как я теперь поняла, это средство. Хорошо для женского здоровья, в общем, при ПМС, при разных проблемах, при поликистозе, для женского здоровья, как я уже сказала. И холин для мозга тоже, для нервной системы, для проводимости нервных окончаний, для улучшения циркуляции, для улучшения вот этой вот электричества, которое ходит у нас внутри по организму, от мозга до всех наших элементарных каких-то ощущений и всего. Вот этот холин, он идеально. И также холин для хорошей работы именно нервной системы и мозга, для того, чтобы быстрее соображать. Вот эти все три средства, в принципе, направлены на одно улучшение мозгового кровообращения, для улучшения, как это, господи, передачи кислорода. Я уже заговорилась, я уже просто сейчас видео тоже снимала. Здесь, кстати, фирма Source Naturals. Вот, 800 миллиграмм, 100 таблеток. Заказала такой, потому что тот, который я заказывала, по-моему, от этой фирмы, на тот момент его то ли раскупили, то ли что, в общем, он был недоступен. Девочки, худеем. Заказала я вот такой, короче, попробовать себе какао с зефирками. Хочу снять видео, пробую американские разные продукты. У меня там еще одна упаковка стоит, я ее еще не пробовала. Продукты с iHerb и не только. Там, значит, будет у нас такое видео. Пробуем продукты с Америки. Что они там едят? Всякие макарони и чиз. И вот такие вот, короче, какао, горячий шоколад с зефирками, с американскими. Это фирма Nestlé. Я еще не пробовала, не знаю. Поэтому будем пробовать, тогда и скажем, как это, что на вкус. Так, из вкусного у меня здесь еще. Almonds Sea Salt plus Dark Chocolate. 72% какао. Мне очень понравился этот шоколад. Я прям в восторге от него осталась. Я в прошлый раз заказывала с соленой карамелью. Очень вкусно. Очень качественный шоколад. Ну, такой прям чувствуется, что он... В общем, не такой молочный, как здесь. Я люблю разный шоколад. Он такой более жесткий и, по-моему, органический. Он помогает разным там зверюшкам. Они... Часть из средств, из проданных, они жертвуют на благотворительность, я так поняла. Или на какие-то зоопарки. Не зоопарки, а заповедники. И внутри здесь написано, каждый раз, кому посвящено. Так, я заказала вот такой вот гель для душа. Я еще ни разу не брала с Айхерва геля для душа. Здесь в составе, значит, овсянка. И масло ши решила попробовать. В общем, мне очень понравилось пользоваться маслом ши зимой, потому что кожа очень-очень сильно, когда шелушится. Здесь зимой у нас абсолютно-абсолютно нет никакого отопления. У нас такая квартира, что у нас очень много солнца с одной стороны. И мы, в принципе, обитаем в основном на этой половине, где много солнца. И нам нет необходимости тратиться, и это очень дорого стоит в Европе, чтобы жить здесь и отапливать. Поэтому мы живем без отопления. Но почему-то все равно кожа очень-очень сохнет. Непонятно от чего. Возможно, от того, что здесь очень жесткая вода. И вот я хотела попробовать что-то такое, чтобы пользоваться в душе, и потом не пользоваться какими-то кремами. Потому что очень холодно. Пипец как холодно, чтобы потом еще ждать, когда этот крем весь впитается в тебя. Потом эта часть останется вдруг на штанах, на каких-то твоих кофтах, в которых ты ходишь. Мы постоянно все ходим навьюченные. Вот. Я, в общем, заказала такой от St. Eves. Здесь, значит, почти литр. Здесь 946 миллилитров. В общем, попробую, расскажу, девочки. Ждите отзывы. Отзывы обязательно на все эти продукты будут позже. Мне понравилось то, что здесь вот памп. Как он? В общем, с дозатором. Потому что вечно все скользит, все выпадает, все падает в ванной. И это намного удобнее. Этим намного удобнее пользоваться. Я еще такая экономная, что я этим допользуюсь. Я потом туда что-нибудь другое вылью. Тоже буду продолжать пользоваться. Такой вот еще пробник я заказала. Я, на самом деле, честно сказать, наверное, немножко пожалела. Я бы, конечно, заказала что-то для чая. Типа вот эта ситечка, которая у них продается в пробниках. Ну, 3 доллара. Это тоже недешево. Вот. И у нас птица тут сидит прямо перед окном. И, ну, в смысле, очень такая молоденькая. Это голубка бела-голубая. Бело-бежева-голубая. И, короче, перья чешутся, и перья летят повсюду. Вот. И это недавно, наверное, вылупился птенец. Еще учится летать. За 2,5 доллара, по-моему, было такое вот, значит, балансирующее масло, очищающее с углем. Вроде как типа под корейскую косметику. Попробовать. Ну, не знаю. Попробуем. Посмотрим. Мне иногда понравилось умываться, конечно, с маслом. Но это в основном, когда я очень сильно чем-то накрашена. И у меня такой стойкий макияж. В основном он такой бывает только после съемки видео. Я в обычной жизни так сильно не крашусь. Я просто иногда чуть-чуть дорисовываю брови. Делаю себе... Ох ты, ёперный театр. Делаю себе, значит, реснички. В смысле, не делаю. А я их не наращиваю. Я их просто крашу. Теперь видно пахнет. Вот. И потом после этого, да, надо бывает умыться. У меня есть несколько таких тушек, которые сложно смываемые. Вот. И потом после масла обязательно не забывайте умываться каким-то пенищимся таким составом, умывалкой. Потому что у меня есть вот от CERAVE. CERAVE. Она более щадящая. Она для сухой кожи. И опять же для того, чтобы все это не так сильно шелушилось. Но я ее умываюсь, когда я не накрашенная. А если я накрашенная, то обязательно однозначно надо мыть, вымывать чем-то более серьезным. Если вы помните, я вам показывала вот такую вот помаду как-то в распаковке. Фирма Julep. И, короче, я попала так, что я еще больше нашла на нее скидку. В тот день что-то она стоила около... Обычно она стоит 16. Потом ее продавали за 10. А в итоге я ее купила что-то за 7 или за 6. В общем, я купила 2. Я не сдержалась. Мне так она понравилась. Что-то она как-то странно выглядит. Как потрескавшаяся. Мне понравилась ее стилистика. Мне понравилась ее, как она лежит на губах. Она очень приятная. Она не до конца, правда, высыхает. Она такая сатиново-матовая. Здесь у меня, значит, цвет Безу. Поцелуй по-французски. Пилуток. Вот. Сейчас мы с вами попробуем. Посмотрим. Тот мне цвет очень понравился. Он невероятно приятно лежит на губах. Значит, одна была больше в красноту. Одна такая сиреневатая. Цвета обалденные. Я еще сама даже не видела. В общем, мне нравится то, что у меня теперь будет 3 цвета. Одна будет именно холодная розовая, как я люблю. Такая морозная роза. Пыльная. Другая будет у меня посередине. Такая больше коричнево-розовая. Тоже как дымчатая роза, но она более внюдовый. И третья вот эта вот, она получается потемнее. Вот именно этот цвет, который Безу. Он такой более вечерний даже, я бы сказала. Красивый. Ну, я, в принципе, люблю разными сейчас помадами краситься. Я, конечно, красными здесь не крашусь, потому что... Ой, Испания, это, я не знаю, люди такие странные. Они могут как-то вырядиться очень странно. Мужчины могут вырядиться очень странно. Обтянуться в колготке. Но если женщина оделась в юбку в короткую и, например, накрасила красным губы, Боже мой, свернут все шею просто, сразу будет такой неприятный при этом при всем. Вот какой-то атенсион вот этот вот, внимание на вас будет чрезмерное. Отовсюду все вам будут кричать вслед, это будет как-то даже неприятно. В России, может быть, это, конечно, по-другому сейчас воспринимается. Но мне не нравится, когда вот такое внимание. Оно не хорошее какое-то, оно не джентльменское, понимаете? Это как... Как ребята, которые там кавказской национальности, которые стоят где-нибудь там рядом с метро и всем свистят, девочкам или кс-кс-кс, раздаются. Вот такое же здесь отношение какое-то от самих испанцев. Они вроде как будто европейцы, но ни черта они не европейцы. Вот. Поэтому, да, красными помадами я здесь забыла, когда я красилась. Это только, наверное, куда-нибудь вечером на свидание с человеком, с проверенным уже. Вот тогда да. А проверенных пока что я здесь еще не находила. В общем, будем с вами давать их тестировать в одном из видео. Я сделаю, возможно, какой-нибудь макияж, если вам интересно. Я сделаю макияж с продуктами с iHerb. Как видите, вот она еще пока тушуется. Ее можно, в принципе, наслоить. Ее можно вот так вот разбить и сделать макияж как вот в стиле корейском, когда он такой полупрозрачный. То есть она не такая железобетонная, которая лежит у вас на губах, как цемент. И вы не можете говорить, она слепается. Нет, она очень приятна в губах, поэтому я ее решила по секрету скажу заказать, чтобы она у меня была, потому что я в нее влюбилась. Мне прям очень понравилось. Я уж не знаю, что, как там дела обстоят во всей этой линейке, что это за фирма. Но помады у них обалденные просто. Вот, это была вся распаковка. Здесь это вот от этих помад у меня. Я надеюсь, вам понравилось, было интересно посмотреть, послушать. Я сама такие видео люблю. Вот, и пишите в ваших комментариях, что вы любите заказывать. Пробовали ли вы эту помаду уже? Вот это, по-моему, тоже новинка. Ну во, как видите, нью. Вот, я, по-моему, как только решила заказать себе, короче, какой-нибудь этот гель для душа, побольше сразу что-то новенькое появилось. Мне это нравится. Давайте как... Ой! Аромат и косметик, это точно. Обалденно пахнет, девочки. Пахнет, как я люблю. Чем-то вот таким орехово-печеным, я не знаю. В общем, пахнет, правда, чем-то таким вкусным. Я люблю гели, которые пахнут вкусным. Я не люблю вот эти всякие какие-то отдушки такие, вот, как духи. Мне нравится, когда я моюсь, и пахнет чем-то вкусным. Я не знаю, это странно у меня, какой-то загон такой. Обалденно, очень вкусно. Я бы прям ради этого, я бы сейчас еще раз пошла бы в душ и еще раз искупалась. Все, давайте на этом заканчивать. Шоколадку, кстати, давайте попробуем. Раз уж мы взялись тут, открывать и нюхать. Наверное, надо и попробовать. Так, здесь статья, значит, посвящена популяции сов. Вот, можете сесть, почитать, посмотреть. Шоколадку мне тоже у них нравится, в принципе, на сайте. Но, блин, ну, дорого, конечно, девчонки, дорого. В Испании, например, конечно, за такую сумму можно купить две большие шоколадки по 200 грамм. А здесь, получается, за эту сумму всего-то навсего 80 грамм шоколада. Внутри дробленый этот, как его, миндаль. Олмон. И соль. Ну, ничего так, пикантно, вкусно, интересно. Я люблю интересные вкусы. Прям кусок соли. Тут, главное, получилось сладко, а с этой стороны очень солено. Но мне нравится. Мне больше даже нравится, конечно, карамель именно сладкая. Это карамель соленая. В общем, надеюсь, вам было интересно, со мной весело. И жду вас в следующих видео. Не забывайте подписываться и оставлять свои комментарии внизу, оставлять свои лайки. Это очень поможет моим видео продвинуться. И будет смотреть больше людей, у меня будет больше мотивации снимать дальше. Целую вас, люблю. Всем пока-пока, хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok